Вот на таких летучках маленькая, но веселая команда обсуждает проекты, которыми они смогут удивить и заинтересовать всех, кому от 14 до 30. Первыми заселили новый дом танцевальные коллективы. Танцы здесь на любой вкус. Уличные, клубные, восточные, бальные. Для особо продвинутых работают секции тектоника и капоэры. Но это еще не все. У нас планируется открытие молодежного театра. Также при молодежном театре арт-фехтовании школы и сценического боя также уже действует у нас танцевальная лаборатория «Танцлаб». В ближайшее время открывается открытое пространство «Акустический рок» для любителей музыки, рока, для любителей гитары, интересного текста. Также у нас будет действовать школа аниматоров для всех желающих вести программы, развлекать людей. Как только потеплеет, проведут акцию «Молодо-зелена». Общими силами приведут в порядок территорию вокруг здания, посадят деревья, разобьют клумбы. А ближе к лету стартует театральный проект. Мини-спектакли будут показывать прямо на улицах города. Правда, пока возможности дворца ограничены. Несмотря на то, что ремонт закончен, кроме голых стен и новых кресел в зрительном зале, в помещениях практически ничего нет. Конечно, удалось отреставрировать потолки и привести в порядок хрустальные люстры, которые украшают зал с 1956 года. А вот сцену оформили из того, что было. У нас нет сейчас оборудования светового, звукового, у нас нет даже одежды сцены. Поэтому некоторые мероприятия мы технически не можем проводить. У нас требована интернет-кафе, интернет-библиотека. Молодежь ждет, когда мы откроем студию молодежного телевидения, студию звукозаписи. Безусловно, на это тоже нужны определенные финансовые вливания. Денег пока мало, зато с идеями проблем нет. Дворец молодежи открыт для любых экспериментов. Недавно был организован конкурс, на который все желающие могли представить проекты. И уже в этом году самые интересные из них будут реализованы на базе бывшего клуба «Гигант». Наталья Страдынова, Лев Белков, Вести, Ярославль. Страдынова, Лев Белков.